Они, не знаю, многим мне просто кажется, нравится драться, то есть, и, ну, возможно, все равно с кем драться, то есть, просто им нравится бить кого-то, идиот, многим тут фашисты, то есть, достаточно мало людей, которые именно из-за идейных соображений это делают, и то, что я понял, то, что человеку, который уже сформировали взгляды свои какие-то на жизнь и что-то еще, то есть, там, он, он, не бон, то есть, ему тяжело что-то объяснить, опизделив его раз, ну, там, или сколько-то, то есть, ну, это надо, как бы, как бы, объяснять больше. Я девушка, я, в принципе, объективно, я слава, я не могу при ней, как использовать силовые методы, но я считаю, что с ними нужно бороться только силовыми методами, хотя, в принципе, я это не могу. Я считаю, что нужно делать, создать свои группы, как-то, блин, об этом говорить, афишировать это все дело в своих песнях, нужно ходить на митинги, на акции, нужно делать листовки, нужно просто показывать людям, делать разные фильмы, передачи, просто показывать людям, что так нельзя, разные исторические фильмы, которые показывают, что воевали против фашизма, не только русские, славяне, а и дагестанцы, и чеченцы, там, украинцы, там, белорусы, все, все воевали против фашизма, и что фашизм плохо. Я приемлемо любые действия для борьбы с фашизмом, использую те, которые на данный момент просто, ну, возможно, я использую, стараюсь использовать любые. Я использую пока только пропаганду, то есть я пытаюсь объяснить человеку на словах. Мы приемлемо все методы, какие только могут быть использованы в этой борьбе, пропаганда, листовки, газеты, непосредственно давать пизды, главное, резать, если тебя валит, можно, в принципе, и в какой-то степени убить. Все, любые методы, любимые методы, которые помогают в борьбе с фашизмом, то есть это насилие, то есть насильственные методы, физическое противостояние балахедов, то есть встать у них на пути, когда они маршруют, там, по улице, по улице с моего города, да, если я его вижу, там, где-нибудь в метро, или там, в автобусе фашиста, я, естественно, мимо ним не пройду. Я считаю, что фашизм радикально. Всякая там писанина, либеральная фашизма, он ни к чему хорошему не приведет. Также я считаю, что антифашизм не может быть аполитичным по определению со мной, потому что мы занимаемся все-таки делом таким. Я приемлемо любые методы, которые мы ставим фашисты, кто бы что ни делал, как может, кто помогает, агитацией, просто банально своей идеей, просто тем, что сам не приемлемо против методы. Но лично я использую метод прямого действия, я и мои друзья, мы всегда, мы не приемлем фашистов в своей среде, мы готовы всегда привести к конфронтации. Радикально им, бля, по голове нахуй хуярить арматурой. Радикально им, бля, по голове нахуй хуярить арматурой. Ну, приемлемо это, по классике, это экшен, это насилие, вот, а использую обычную бытовую антифашизм, то есть всякие базары на кухне, вся хуйня. Я стараюсь открыть глаза обычным людям, что хачи, это не кавказец, там любая, а хачи, это кавказский гопник, то есть общение, общение, общение. Ищу, выкладываю фотографии в интернете, ищу информацию о них. Ну, иногда, я не знаю, занимаюсь обычным антифашизмом. На мой взгляд, фашистов, вот, я в этом уверена, я не просто так таскаю с собой нож в кармане, как бы, их надо резать. В общем, резать молча, из-за угла, неожиданно, и, блядь, в жало, на самом деле, не толпой там, как вот они делают, просто тупо подойти, воткнуть нож в, блядь, в сердце, потому что на мысле такие люди не должны существовать. Я состоял в мобе, например, мы ездили, там, накрывали периодически, там, каких-то правых людей, то есть, еще что-то, вот. Часто накрывали неправых, там, потому что, понимаешь, что они правы, то есть, я считаю, что это тоже очень важный аспект, что, ну, нельзя бить человека, если ты не уверен в том, что он правый, то есть, лучше не сбить кого-то, чем избить, то есть, ну, чем избить не виноват. До поры до времени, это, прежде всего, это творчество. До той поры, пока нацисты просто ходили, там, да, где-то, как у себя в дворике, глубоко, то, что я же все скайляли, филип-иво, это не было опасно, и против этого можно было действовать песнями, книгами, музыкой, там, творчеством, сайтом, всем, чем угодно. Творчеством движениям этому можно было сопротивляться, но в тот момент, когда уже зашло дело, да, уличного сопротивления, да, мы стали жаловаться банки, что нас на улице есть, сбивают, когда обожаю, значит, жаловаться с детям, нас на улице есть, сбивают, парни, вы же анархисты, вы же анархисты, вы там корень, попробуйте, сделайте что-нибудь, ну, с таким возможным шипом, да, 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 парни все собрались, так подумали, что по-другому действовать уже нельзя, то есть, любые разбитые щи, это минус один фашист. Трое разбитых щи, это чуть ли не минус, маленькая группировка, состоящая, как из пяти человек, 20 разбитых щитов, то есть большой прыжок, это вообще провал для него, российская агентация любого города, когда у них, когда их парни, там, в большом количестве, там, терпим большое поражение, да, они уже начинают думать, что просто так, там, с кирпичком, да, по городу ходить нельзя, как в Веркусь, а сейчас. Я просто пока еще у меня не было случая, где я могла бы применить физическое насилие, ну, тупо моя комплекция, мы еще не визуально. Мы используем все методы, какие попадаются под руки, это дубинки, арматуры, ножи, пистолеты, ноги, руки шкабаря пьяного, бутылки, розочки, не знаю, какие мы еще... Составы обычно человек, ну, 18-20 чаще и больше, ну, не бывает, ну, хотя после каких-нибудь концертов, типа пивного фестиваля или, ну, крупных рок-концертов, можно встретить эти мобы и человек по 40, но дело в том, что они наполовину все равно состоят из детей, из совсем ребят, то есть, ну, лет по 14, по 16, которые мозги промывают. Таких мы стараемся обычно не трогать, отбираем символику, надоем пиндолей до подзатыльников и скажем, чтобы не шалили. Иначе, иначе, в следующей встрече может быть гораздо хуже. Драк, вещь быстрая, ну, по крайней мере, у меня. Тут-с-туц-туц. И че-то так получается, что человек лежит. Сними его еще раз, сними, сними. Сними ее тоже. Да, ги-ка. Опа! Дедка, ты нам отбегуешь, нет? Провал это убивать кого-то, потому что, причем даже не потому, что их жалко, честно говоря, потому что на убийство это такая, как бы, штука, которая не имеет срока давности, например, да, и если там что-то не так повернется, там, тебя могут за него привлечь, там, не знаю, там, через 5 лет как-то, да. Ну, мало ли как жизнь поворачивается. Я считаю, что, в принципе, действия могут быть любыми, потому что это дерьмо используют любые способы. Но, в принципе, убивать людей я не считаю нужным, потому что я не хочу, чтобы я и мои друзья уподоблялись этим мразям, которые за несколько лет убили около 500 человек просто. Ну, то есть не обязательно антифашистов вообще. И я считаю, что их надо калечить. Я считаю, если они калечат, их надо тоже калечить. Если они не будут калечить, их не надо калечить. Просто на самом деле надо давать вот на их действия противодействие, потому что, как бы, просто есть ложа руки и приздить в интернете, по-моему, это полная пыльня. Я называю себя анархистским скинхедом. Я анархист по убеждениям своим жизненным. Ну и скинхед тоже. Я знаю, что такое моя культура. И многие, конечно, себя банхедом называют скинхедом. Это, конечно, не так. Я был удачен защищать свою сцену. Не хочу, чтобы моя сцена ассоциировалась. Музыкальные какие-то направления ассоциируются с банхедом, с фашизмом, с расизмом, с ксенофобией. Это наша культура, мы ее не дадим. То, что мы собираем и предоставляем заинтересованным людям какую-то информацию и публикуем какие-то разъяснения юридического толка по поводу тех или иных эпизодов, в целом идет на пользу. Служим или служили, я же не знаю, своего рода альтернативой вот тому самому насилию, мне кажется, что это так, что это есть.